Всем привет! Меня зовут Ксюша и сегодня вы смотрите мою новую рубрику обзор концертов. В этих видео я буду рассказывать о том, как я ходила на различные выступления звезд и буду оценивать данные выступления по пяти критериям. Наивысшей оценкой по каждому критерию будет 10 баллов. В итоге вы получите максимально объективную оценку концертов от меня. Так что давайте скорее начнем. Сегодняшнее видео будет о концерте Полины Гагариной. Полина Гагарина является российской певицей и композитором. Она представляла нашу трену на Евровидении и заняла там второе место. Полина славится своим сильным голосом, а также красочным выступлением. Поэтому на концерт я шла с приятным ожиданием. Первым критерием, по которому я буду оценивать данный концерт, будет организация. Начнем с того, что концерт должен был состояться в ноябре, но из-за того, что билеты стоили очень дорого, его перенесли на февраль. Почему билеты стоили дорого? Потому что я могу привести в пример. Например, я покупала на Диму Билана билет на первый ряд за 2 500, а на этот концерт это же место обошлось бы мне в 6 500. То есть как бы дорожно много, хотя артисты в принципе находятся на одном уровне. Именно из-за того, что цены были дорогие, билеты не покупались и пришлось отодвинуть концерт и продавать билеты дольше. Я считаю это минусом, потому что нужно было сразу установить приемлемую для целевой аудитории цену, чтобы не отодвигать концерт. Посредственно по организации на самом концерте можно отметить такой минус, как концерт должен был начаться в 7 часов, а зрители запустили в зал только в 7 часов. Я понимаю, что в принципе это нормально для всех концертов, но мне кажется нужно уважать своих зрителей и начинать все вовремя. Остальных нареканий к организации концерта у меня в принципе не было. Поэтому по данному критерию, данному концерту я ставлю 8 баллов. Второй критерий это картина сцены. В этом критерии я буду оценивать красоту сцены, то есть свет, как использовать пространство сцены, красоту костюмов и остальное в зал. С этим критерием у данного концерта не было проблем вообще. Цвет был выстроен правильно, то есть под каждую песню выстроен был свой цвет. Очень часто еще включался свет в зрительном зале, и я думаю, что это был специальный прием Полины Гагариной, чтобы у людей создавалось впечатление, что они реально взаимодействуют с ней, а не просто смотрят картинку. Если говорить о пространстве сцены, то все было организовано шикарно, потому что на сцене было очень много людей, и несмотря на это никто никому не мешался, им было ощущение большого пространства. Если говорить о костюмах, то было все очень замечательно. Полина Гагарина очень часто меняла свои костюмы, и все они были очень сногсшибательные. Также ее танцоры часто меняли костюмы. Все смотрелось невероятно круто и приятно глазу. И отдельным, конечно, плюсом это сама Полина Гагарина, которая очень красивая женщина, и поэтому на нее очень приятно посмотреть. Поэтому по критерию красоты сцены концерту Полины Гагариной я ставлю 10 баллов. Критерий номер 3. Я его назвала сценическое шоу. В этом критерии я буду оценивать все фишки, которые артист использовал в своем концерте. Начнем с того, что вместе с Полиной Гагариной выступал симфонический оркестр. Это было, конечно, просто замечательно, потому что очень большое количество людей пришло только ради него. И, в принципе, услышать песни в таком исполнении было просто очень приятно. Кроме того, у Полины Гагариной был визуальный ряд. Там были небольшие короткие видео, которые она показывала во время концерта и перед концертом. Также, помимо видео, у Полины Гагариной были другие визуальные эффекты. С помощью проекта создавались различные изображения. Это невероятно интересно смотрелось. Была я шокирована и очень-очень приятно удивлена. Что касается танцевальной группы, она была просто невероятно крутая. У Полины Гагариной просто очень хороший хореограф. Он сам тоже принимал участие в данной группе. Они очень всё продумали, все танцы просто замечательно поставлены. Они просто замечательно выполнены. Смотрелось всё невероятно круто. И поэтому за данный критерий я тоже ставлю 10 баллов. Четвертый критерий — это звук. Это, на самом деле, очень важный критерий, потому что если звук будет плохой, то ничего уже не спасёт этот концерт. Так вот, у Полины Гагариной был просто замечательный концерт, потому что звуковик у неё работал замечательно. Полину было слышно всегда. Музыканты никогда не уважали. Не было того, что какой-то музыкальный инструмент перебивает звук другого. Плюс к этому был уже ещё симфонический оркестр, поэтому всё было абсолютно шикарно. Ну и, конечно, голос Полины Гагариной. Она просто невероятная певица. Очень красиво поёт. И поэтому, конечно же, я ставлю 10 баллов за данный критерий. И последний пятый критерий — это сам артист. На самом деле, это тоже очень важный критерий, потому что мы же покупаем билет на конкретного артиста, и именно от него зависит наше впечатление об всём шоу. Полина Гагарина, опять же, в этом плане тоже очень замечательная. Она очень выкладывалась. Она бережно относилась к своим слушателям. И, в принципе, как человек она тоже очень хорошая. Но я не могу не отметить минусы. Это, конечно, зал. Я не знаю, как нужно было ей работать, но почему-то зал был тухлый. Это, конечно, по моему мнению, зависело от цены билета. Так как цена билета была очень дорогая, поэтому на концерт шли все серьёзные люди. И, конечно же, они, в принципе, вели себя спокойно на концерте. Может быть, это, конечно, моё субъективное мнение, но мне кажется, на концерте люди должны веселиться, отрываться, забывать о всех своих проблемах. А когда я сидела на концерте, было полное ощущение того, что люди пришли в кино. Они не махали руками, они не танцевали, они не подпевали. В принципе, Полина Гагарина и её танцоры старались. Но почему-то люди всё равно сидели на своих местах очень смирно. Меня вот это напрягало, потому что я люблю концерты, где... Давайте! Давайте! Встаём с мест, машем руками. Сидеть на местах это, ну, как-то не очень. Ну, я не знаю, надо, в принципе, это или нет, но, как мне кажется, приятно любому артисту, если энергию он не только отдаёт, но и получает. Поэтому по данному критерию Полине Гагариной я ставлю 8 баллов. И если говорить в целом, то, конечно же, мои ожидания оправдали себя. Концерт был очень красивый, очень красочный. Полина Гагарина спела все песни, которые лично мне нравятся. Я думаю, что это был замечательный вечер пятницы, и люди все остались довольны. Итак, теперь нужно подвести итоги. Концерт Полины Гагариной в результате подсчётов и нахождение средней оценки заработал 9 баллов. Я думаю, что это замечательный результат, который говорит о том, что есть к чему стремиться, но и уровень у Полины Гагариной просто невероятный. Поэтому я вам всем советую сходить на концерт Полины Гагариной, если вам нравится данная певица. Вы не обманете себя во своих ожиданиях. Ваши затраты на концерт абсолютно оправдают ваши эмоции. Ну, а если у вас остались какие-то другие впечатления от концерта Полины Гагариной, пишите мне в комментариях. Будем обмениваться впечатлениями. Также, если вам понравилось мое видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и всего вам самого доброго. До скорой встречи! ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...